Марка J.L.E. поспешила раскрыть ценники нового кроссовера Cool Ray. Эта модель на 18 сантиметров короче Атласа и должна составить прямую конкуренцию компактным моделям вроде Hyundai Creta и Renault Captura. Модификация всего одна, с трехцилиндровым полуторалитровым турбомотором, семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом. На некоторое время стартовой будет версия Luxury. У нее есть климат-контроль, продвинутая медиасистема, панорамная крыша со сдвижной секцией, подогрев всех сидений и руля, система бесключевого доступа и 18-дюймовые колеса. На ступеньку выше исполнение флэкшип. Здесь добавляются занавески безопасности, обивка сидений кожзаменителем, светодиодные пары, виртуальная комбинация приборов, камеры кругового обзора, автопарковщик, система дистанционного запуска и контроля слепых зон. Кроме того, для топовой комплектации можно заказать пакет Sport, в котором присутствует соответствующий декор, большой спойлер на пятой двери и крыша черного цвета. Год назад марка Chevrolet представила компактный кроссовер-трекер нового поколения. Поначалу модель вывели только на рынок Китая, а сейчас решено продавать его и в Бразилии. В плане внешности и интерьера бразильский трекер повторяет китайского близнеца. Специально для Латинской Америки однолитровые турбо-тройки были переведены на распределенный впрыск. Обоим агрегатам полагается шестиступенчатый автомат, но для самой простой версии вдобавок доступна и механика. Привод только передний. Теоретически машина может появиться и в России, но только если ее выпуск освоит завод Усавтомоторс из Узбекистана. Субтитры создавал DimaTorzok